Всем привет, с вами Руси Гердос и сегодня мы поговорим про Navy Seals. Итак, Navy Seals это спецподразделение флота США, расшифровывается как Sea Air Land, то есть это бойцы, которые подготовлены для работы как на море, так и на земле и в воздухе. Navy Seals, хоть и является спецподразделением флота, все-таки подчиняется не напрямую к флотскому командованию, а командованию специальных операций, так называемую САКОМу и Naval Special Warfare Command. Объясню разницу между этими двумя структурами. Naval Special Warfare Command, они занимаются подготовкой, оснащением, тренировкой бойцов, а САКОМ уже непосредственно планируют операции и отправляют ребят воевать. Итак, что же занимаются эти бравые и крутые ребята? Navy Seals в первую очередь это, конечно, разведподразделение. Далее они занимаются захватом лодок, так называемой ВБСС-миссии. Они занимаются подрывной деятельностью, в смысле, под водой, Underwater Demolition. Они занимаются разведкой в глубоком тылу, то есть забрасывают туда, они там взаимодействуют с местным населением. Также они занимаются подготовкой партизанских подразделений. В основном, конечно, этим занимаются зеленые береты, но селы тоже очень любят такую тактику. Также они в свете, так скажем, последних событий в мире, последних нескольких десятков лет, они занимаются контртерроризмом, они занимаются противопартизанской борьбой, поиском наркотиков, работают вместе с ДА в Колумбии и других странах Южной Америки. В общем, ребята достаточно многопрофильные и интересные. Сейчас разберем историю этих бравых парней, откуда они появились и что являлось их предшественниками. История морских и лаптоногих спецназеров берет свое начало Второй мировой войну. В 1942 году был открыт учебный центр Amphibious Sky Out and Raider, он был открыт в Форт Пирсе во Флориде, там готовили ребят для атак моря, и в ноябре 1942 они провели свое первое боевое крещение, браканско-аллистерскую операцию «Факел» на севере Африки. Также в то же время была создана Neville Combat Demolition Unit, там были готовы 17 человек из тех, кто готовился к Amphibious Scout Raider, и также они участвовали в этой операции, к примеру, они убирали пробочные заграждения минные по рекам. Потом было организовано такое подразделение под названием OSS Operation Swimmers, они по задачам схожи с нынешними силами, хотя их задач немного поуже, они занимались разведкой, сбором информации, как под водой, так и прибрежной линии, они организовывали партизанские отряды, вели контрпартизанскую борьбу. Тренировки они начали в 1943 году на известной достаточно базе Кэмп Пендлтон в Калифорнии. Они были во многом пионерами в вооруженных силах США, например, они первые стали использовать гибкие ласки, начали использовать маски, начали использовать двигательные системы изолированного типа, так называемые ребризеры, которые не дают выход пузырьков воздуха наружу, чтобы их турнир было обнаружен. Также 23 ноября 1943 года открылись тренировки так называемых Underwater Demolition Teams, то есть ребята, которые специализировались именно на подрыве кораблей, на подрыве подлодок, которые могли захватывать прибрежную линию, проходя под водой. Начали они тренироваться на поле Тарапа, на островах Гилберта, это в микрофлезе. Первый бой состоялся 31 января 1944 года в рамках операции Флинтлок на Маршаловых островах. После чего началась Корейская война, где Underwater Demolition Teams были очень сильно, очень круто задействованы. Они уже начали работать в новом для себя качестве, они занимались подрывом же Туннелей, которые проходили на прибрежных линии, и ЖД мостов, то есть фактически отрезали корейскую армию от запасов, отрезали им пути и так далее и тому подобное. Также они занимались разминированием переградовых линий, разминированием бухт и развязкой сборных. После чего началось достаточно крупное военное столкновение, называемое Вьетнамской войной. Именно тогда появились Navy Seals в том виде, или примерном виде, в котором мы видим сейчас. Ошибочно, конечно, создание Navy Seals приписывают речи Джона Кеннеди, в начале 1961 года, 25 мая прошла была речь, в которой Джон Кеннеди говорил про первого человека на Луне, достаточно известный. И также он вызвал там обеспокоенность тем, что все вьетнамские военные могут применять неконвенционное оружие, там очень много партизанской войны, и решил, что нужно создать силы спецназначения, которые будут бороться с партизанами и которые будут заниматься поисками неконвенционного оружия. После чего было выделено 100 миллионов долларов на создание спецназа поиска. Но на самом деле в марте 1961 года, то есть за два месяца до этого события, до этой речи, уже были организованы первые тренировки ребят, кто будут заниматься контр-партизанчиной и поисками неконвенционного оружия. Это организовал руководитель военно-морских операций Арли Бьерн. И в январе 1962 года были сформированы две первые команды селов. Это, собственно, были первая команда, которая базировалась на базе «Коронадо» в Сан-Диего, Калифорнии, и вторая команда, которая базировалась в «Левел Крик» в Вирджинии, соответственно. То есть это были команды по двум разным побережьям США. Соответственно, первая была на западном, вторая была на восточном побережье. Большая часть бойцов в этих командах составляли бывшие бойцы UDT, то есть Underwater, Demolition, Teams. Но их также обучали и новым вещам, таким как рукопашный бой, парашютные прыжки с большой высоты, как с высоким, так и с низким раскрытием парашюта, так называемые «хало» и «хахо». Также обучали иностранным языкам для более легкого внедрения в стан противника в глубоком тылу. Также в то время было время холодной войны, противостояния коммунистов и, соответственно, капиталистического мира. И поэтому все бойцы, перед тем, как начать тренировки уже физически и так далее в своем платуне, они проходили, так скажем, идеологическую обработку, идеологически-психологические тренировки. Он проходил на так называемом «Сил-бэйс-контрадакшн-трейнинг» без FBI. Он проходил в Кэмкере в горах Ямака в Калифорнии. Сложное название такое, но индейское древнее. В 1962 году оставшиеся члены UDT занимались гидрографической разведкой, а селы во Вьетнаме занимались тренировкой вьетнамских спецотрядов. В 1963 году ЦРУ начало применять силов для поиска, соответственно, уже инвестиционного оружия, то есть для чего они были созданы, они привлеклись в программу «Феникс». Это была огромная программа, там выделялось огромное финансирование на поиск и устранение ключевых фигур в командовании Северного Вьетнама. С чем, кстати, силы достаточно удачно справлялись. И даже статистика была на тот момент, что на одного убитого бойца нависилось, приходилось около двух сотен убитых гуков. Достаточно хороший процент. 1979 год был ознаменован тем, что началась террористическая активность на Ближнем Востоке, в частности в Иране. И в 1980 году был захват заложников в Тегеране. Это было захвачено американское посольство в этой стране. И была, собственно, операция «Орлины Коготь», где, собственно, было достаточно серьезное участие на Navy SEALS. Операция была, к сожалению, ознаменована полнейшим провалом. В основном из-за очень плохого планирования и погодных условий. Там просто на ребят, когда они летели вертолеты, на них обрушилась песчаная буря, у нескольких вертолетов отказали двигатели. И потом, когда они сели в месте их временного дислоцирования, откуда они должны были добираться до посольства, оказалось, что там проходит оживленная магистраль. Ну и там было очень все хреново. В общем, операция не получилась, не состоялась. Именно после этой операции один из бывших силов и бывших командиров, насколько я помню, он командовал второй группой. Он участвовал в подготовке этой операции. Звали Ричард Марсинко. Он решил создать контртеррористическое подразделение. Именно тогда появилась шестая команда силов, которая была направлена именно на тренировку по борьбе с террористами, которые впоследствии станут Дегру. После этих ужасных событий в 83-м году началось вторжение в Гренаду. Тоже достаточно печально известное, тем, кто знает более-менее историю войн. В вторжении участвовали четвертая и на тот момент свежесознанная шестая команда силов. Их целью было вывести генерала-губернатора Гренады полос Куна и захватить радиовышку. Миссии тоже не прошли гладко. С самого начала пошло наперекосяк. Не было нормальной поддержки, опять же, не было нормального планирования. Сначала получилось так, что один из самолетов, который должен был высадить их на точке в море, откуда они уже добирались до береговой линии, он промахнулся мимо точки. Бойцам пришлось прыгать в поливной дождь, из-за чего они, к сожалению, утонули, их тела до сих пор не были найдены. Остальные бойцы, когда добрались до берега, собственно, перегруппировались, разделились на две команды и пошли, собственно, выполнять свои миссии. То есть одна пошла в резиденцию генерал-губернатора, вторая пошла на радиовышку для ее захвата. Когда первая команда проникла в резиденцию, оказалось, что они забыли свой спутник и криптофон, чтобы вызвать эвакуацию. А на единственный раз, с которой они к собой были, села батарея. Ну и пришлось звонить по поводному телефону из резиденции, вызывать ИС-130, потому что к этому времени резиденцию уже окружили кубинские войска вместе с гренадцами. Селы продержались до утра, до ночи. Их утром смогли вызвать морские пиротинцы. Вторая команда, которая отправилась уничтожать вышку, оказалась... не уничтожать, извиняюсь, они отправились ее захватить. Но когда добрались до вышки, оказалось, что они не могут связаться с командованием, потому что просто рация не доставала. Но так как вышка стояла на открытой местности, они поняли, что ловить там нечего, да и уже войска были на подходе вражеские, они подорвали вышку и решили уходить в береговой линии, где они могли оторваться от преследования. Несколько человек у них было ранено в ходе отхода, потому что все-таки их нагнало несколько, как пишут, даже волн противника. Они все-таки отбились, ушли от преследования, выпали после чего в открытый океан, где их через несколько часов подобрали свои и эвакуировали, после того, как заметился этот разведчик. После следующим таким серьезным конфликтам, где после села была иран-иракская война, они уже участвовали под самый конец, занимались в основном ВБСС миссиями, ВБСС-шкросс, как визит-бот, все-таки шлены Сейшкорф, то есть посетить, зайти на борт, войск и захват. Они участвовали в таких миссиях против иранских минных предоходителей, которые составляют отводных мин. Потом в следующем конфликтке было вторжение в Кнаму, тоже достаточно неудачное для американских войск, американских целых, но достаточно неплохое прошло для села. Там участвовали вторая и четвертая команды и участвовала Дивбрук, которая уже к тому времени стала Дивбрук. Дивбрук участвовал отдельно, вторая и четвертая были в одном, в их задачи входило, собственно, проникновение, уничтожение бирговых сил в бухте Бальбова и уничтожение личного самолета Нуэля Норьеги, диктатор Панамки на тот момент. В принципе, уничтожение техники и сил в бухте Бальбова прошло очень удачно, даже со времен Второй Мировой войны была зафиксирована первая миссия боевых пловцов на тот момент, когда был уничтожен персональный коронер с телом. и самолетом прошло не очень хорошо. Да, конечно, самолет был все-таки уничтожен и по нашему силу были лишены своего транспорта, но тем не менее силы понесли потери, четверо были убиты и трое ранено. Но, в целом, говорю, достаточно удачно было все для Мэри Силс. После чего было известно, наверное, многих по фильму «Падение черного яска» «Вторжение в Сомали». К сожалению, в фильме ничего не сказано про бойцов и силы, хотя там и участвовали четверо снайперов, по слухам, это были снайперы именно из Депру. Они были заброшены в Магадиша для помощи Рейнджерам и Дельте в поиске военночленника Мухаммада Фараха Адиды, по которому, как говорится, снят фильм «Падение черного ястреба». Потом эти четверо участвовали в финальной битве за Магадиш. Они были на наземном конвою. Операция проходила 3 октября. Все четверо были подхаганами «На граде серебряный крест». Говард Вазгин, один из этих бойцов, был также на пустом «Пурпурном сердце», за то, что продолжил бой будет четырежды ранен. Итак, с историей подкончено. В принципе, осталась еще «Иракская война» и «Афганская война». Про нее информации куча, но копать можно очень легко. Это сейчас для самых больших любимых «Песочницей», для всех реконструкторов. «Ирак» уже поменьше, тут все-таки вывели войска. Итак, сейчас пробежимся по структуре «Новелспешеров» «Пригруппс», то есть группы без назначения флота и немножко расскажу, как обещал про снаряжение селов. «Новелспешеров» «Пригруппс» это 35 групп, 1, 2, 3, 4 и 11. Такие обозначения как правило при спецподразделении США для того, чтобы спутить вероятно противника. когда создавали шестую группу не было например пятой, будет только четырех групп селов. Ну и так далее. В первую группу входит первая, третья, пятая и седьмая команды это западные побережья. Во вторую входит вторая, четвертая, восьмая и десятая восточные побережья. Третья группа это силделив и виклтим это те ребята кто вставляет селов. Куда-то четвертая группа это спешл бот тим 12, 20 и 22. лодочники так называемые и одиннадцатая группа это 17 и 18 отряды резервисты силу. А саппетиком стоит шестая группа Дивгру так как она подчиняется не столько САКОМ сколько объединенному командованию сил спецопиратов так называемой ДжейсОМ. В саппетик тоже входит Дельта 24 специально тактический сквадрон это спецкура у летунов это ССТ ПИДЖ и так далее. 160 спецавиаполк кто занимается доставкой собственно Дивгрушков на самолетах и куча различных команд поддержки таких как спецсвязь разветоаналитика и так далее там на самом деле много. Основное отличие между командами на западном и восточном побережье конечно же в снаряжении. На западном побережье больше любят Игл и Блэкхок на восточном любят ЛБТ. Причем он там практически во всем очень много ЛБТ что пьет по заказу особенно Дивгру Дивгру вообще очень любят что-то свое необычное чтобы поднять патч отшили или сами перешивать снаряжение кстати первокомандующего силами несколько раз привлекали суду за самоводное снаряжение его бойцами по паттернам остановлюсь наверное только на текущем времени потому что рассматривать все что носили силы за все время практически нереально сейчас самое главное это конечно АОР камуфляж АОР-1 для пустыни и АОР-2 собственно для зеленки причем в этих цветах как форма так и броники головные уборы все снаряжение кроме чехлов для касок заметьте что у очень многих чехлы для касок мультиками также не советую не рекомендую потому что это очень редко встречается миксовать АОР-1 и АОР-2 на фотках это встречается да но в основном это встречается только в форме как например зеленые штаны светлый верх или наоборот встречаются иногда другие паттерны но это обычно отдельные подсумки обычно это либо койот либо мультикам и то на первом АОРе в основном на втором АОРе на самом деле такого нет есть еще охотничьи расцветки у Дивбру например популярная сумка насколько я помню сидка джир делает в охотничьей расцветке поясная сумка так называемая фанни-бэк также встречаются куртки в различных охотничьих расцветках как Рил-3 и так далее да сейчас еще используют для ВБСС операций Мазгрей это серый камуфляж темно-серый цвет который достаточно плохо виден ночью поэтому его и любят таких операций по вооружению у обычных линейных силов так называемых это карабин МК-18 МОД-1 или СИКУ-ПР МОД-1 то есть это укороченный укороченный МК с СИКУ-ПР Дэниел Дефенс У силов это у силов да у Дивгру основной это ХК-416 также с укороченным стволом потяжелее ребята из силов любят Скар МК-18 МОД-0 из соответственно Дивгру любят больше ХК-417 тоже под 7,62 патрон пулеметы это у тех и других МК-46 МК-48 пистолеты СИК П-226 Navy отдельная модификация ХК МК-23 так называемый с АКОМ но это уже устаревшая модификация он очень редко встречается ну и у Дивгру компактные версии ГЛОКов часто мелькали такие как 23, 38 откуда можно в принципе подчеркнуть информацию о силах сейчас это достаточно популярная тема много фильмов много книг выходит из того что сам читал могу так скажем порекомендовать из книг это в первую очередь No Easy Day Марка Оуэна отличная книга написана от имени бойца причем бойца группа участвовавшей в ликвидации Бен Ладен в 11 году в книге много фоток много описаний много вообще кучи информации всем советую прочитать книга читается очень легко перевод на русский достаточно сносный я видел по-моему даже фанатский перевод есть ну а кто владеет вражеским читайте на английском потом отличная книжка лонн-сурвайвер маркоса латрелл тоже отличная книга от имени бойца сил деливери витал тим которые участвовали в операции красные крылья провальной операции в Афганистане достаточно печально известна большими потерями и отличная книжка американ снайпер Криса Кайло самый смертоносный снайпер в уракской войне последний за его голову была назначена награда называли его шайтан ар-рамади то есть дьявол ар-рамади награда говорят что за его голову была 80 тысяч долларов да ну человека насколько я знаю убили в перестрелке уже в Америке когда он вышел на пенсию из фильмов наверное ничего посоветовать не могу потому что фильмы на самом деле про слов это жуть и мрак я сам не смотрел уцелевшего но люди очень рекомендуют говорят хорошо снято хорошая актерская игра очень напряженно все ну да есть некоторые косяки с точки зрения реконструкции но тем не менее фильм хороший пока я не смотрел собираюсь посмотреть для общего развития можно посмотреть например Act of Vailor или как он называется сейчас закон доблести в российском прокате вот даже смотрели в кинотеатре ну можно полюбоваться на снарягу на красивую на ребят красивые снаряги хотя по снаряге там очень много претензий там просто бешеный микс современного и какой-то древности типа хрифомических касок бронежилетов МБСС вот ну посмотреть в принципе можно если нравится экшен ну еще говорят что хреновый достаточный фильм полная темнота 30 по-моему Zero Dark по-английски он называется про ликвидацию Бен Ландона там больше про игру разведчиков и ЦРУшников нежели про силов и стрельбу также ластоногих очень любят различные игры например франшиза Medal of Honor после своего запуска ну вся посвящена силам это сначала был Medal of Honor выше в 2010 году там было кстати миссии про операцию красные крылья про операцию анаконда очень все классно сделано и продолжившую серию Medal of Honor Warfighter там уже более современно там АОР Хакашки все дела МП7 отлично такая вещь может играть ну чем примечает Medal of Honor не так тошнит этот карамельно-конфетный Call of Duty приправленный кучей боязни к совкам в интернете где можно найти информацию ну ВКонтакте честно говоря за такими вещами не хожу самое лучшее место где можно все найти первое это militaryphotos.net не путайте пожалуйста с пабликом вконтакте militaryphotos где блин олени сидят в администрации шкалота в комментах там просто ужас второе это желтая конфа airsoftgun.ru и третье это gearguide.ru реконструкторский наш гирдосный сайт точнее форум есть еще зарубежные конечно форумы но там если только посмотреть какие-то на селов достаточно интересно бывает там некоторые вещи но лучше всего честно скажу militaryphotos.net лучше этого ничего нет даже в рифм получилось вот в принципе и все что хотелось рассказать про селов что смог нарыть что смог поведать за более-менее надеюсь короткое время не устали смотреть не забывайте что все еще в группе идет розыгрыш внизу будет ссылка в описании на этот пост с розыгрышем ну а так подписывайтесь ставьте лайки делайте репосты будьте крутыми будьте пафосными играйте правильно страйкбол с вами был русский гирдос пока